Потери денег, вложенных в финансовую пирамиду, стало мотивом убийства, совершенного 49-летним жителем города Волчанска. Поняв, что отданных им в МММ денег ему не вернуть, а вот взятый в банке кредит возвращать как раз придется, мужчина выместил свою злобу на знакомом, предложившем ему такой вид заработка. Конфликт между потерпевшим и обвиняемым зародился в мае 2012 года, с того времени, когда потерпевший предложил обвиняемому вступить в МММ и вложить деньги. Для этого был обвиняемым взять кредит в размере 1 миллиона рублей, после чего он вложил в МММ и, прогорев, потребовал денег. У меня есть 9 вариантов, миллион это, так, взять деньги в СКБ банки, и с этих денег сделать за месяц 2 миллиона. Взяли мы с ним миллион 250, дали нам в СКБ, нашли напарника в себе, Вон, у него были там, Ксюша, Тони. Как бы уговорились, все такое, что вот за эти деньги мы живем уже года 3-4, вот так вот. У нас хорошо получается. Собственно, участниками Мавродевской финансовой пирамиды были эти две дамочки, Ксения и Антонина. Приводя новых вкладчиков, они увеличивали свой капитал. Первым на их крючок попался как раз убитый впоследствии 35-летний житель Волчанска. Причем первый его опыт вложения оказался удачным. Всего за месяц его навар составил 300 тысяч рублей. Потерпевший не являлся участником МММ. Он точно так же вложился в равных долях. На самом деле их туда пригласили две гражданки, установленные у нас, которые предложили им поучаствовать в такой акции. Потерпевший вкладывался, ему выплатили средства. Он почувствовал, что можно заработать легкие деньги. Вложился второй раз уже по более крупным суммам, предложив соответственно своему товарищу. Через месяц будет два у тебя. Это кто, я объяснял вам? Это Тоня, Ксюша. И он сам будет. Вот я себе, говорит, квартиру купил, машину, все такое. Я что-то на эту... Вкладывали деньги куда? На ее карточку, на Ксюшину. Как его подмогнал? Когда ни через месяц, ни даже через полгода сагитированный приятелем мужчина не дождался не только процентов, но даже вложенных им денег, он вынул из чула на обрез охотничьего ружья и разрядил его в обидчика. Убийство было совершено в декабре прошлого года, но до лета года нынешнего сыщики не имели фактов, уличающих подозреваемого. Но в конце концов убийца сознался в содеянном и показал место, где спрятал тело. То здесь вы его... Так, значит, сразу же, как бы это, с использованием навигатора, значит, 59 градусов, 48 минут, 59 секунд северной широты, 60 градусов, 1 минута, 1 секунда, восточной долготы. Значит, наше местоположение на данный момент. Придорожная лесополоса была первым местом сокрытия останков убитого. Позже душегуб перепрятал тело в болотце. В указанном им месте Баграме удалось найти пропавшего. В настоящий момент расследование этого жестокого преступления находится в завершающей стадии. И после утверждения прокурором будет передано в суд.